Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь 4. В студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. В Речице задержана группа закладчиков психотропа Альфа-ПВП. Правоохранителям помог местный житель, который позвонил в милицию, когда увидел, что несколько парней странно копошились на его улице, ходили от дома к дому и копали ямки. Профессионалы отдела наркоконтроля сразу поняли, работают так называемые кладмены – люди, занимающиеся закладкой небольших доз наркотиков. Одного из таких закладчиков милиция задержала на месте. Он успел сбросить товар в канализацию, но улику удалось обнаружить. 16 свертков с психотропом Альфа-ПВП стали доказательством преступления. Но наркодилер действовал не один. Бойцы наркоконтроля быстро вышли на его подельников. Второго закладчика задержали в городе, третьего – на железнодорожном вокзале. В кармане его куртки обнаружили пакет с порошкообразным веществом, которого хватило бы на 800 доз. Раскручивая дело, правоохранители смогли выйти и на остальных наркодельцов. Задержано пятеро парней в возрасте 17-18 лет. Все розничные дистрибьюторы интернет-магазина по продаже наркотиков. В ходе обыска сотрудники наркоконтроля нашли тайник с особо опасным психотропом. Свертка с Альфа-ПВП хватило бы на 1000 доз. Но благодаря милиции и бдительности местного жителя теперь это материал для работы экспертов. Закладчики действовали по обычной схеме, в условном тайнике забирали сырье, фасовали наркотики по мелким дозам и отправлялись по городам на гастроли, чтобы распространить в укромных местах психотропный товар. Кроме этого, из незаконного оборота выведено более 100 закладок не только в Речице, но и в других городах Белоруссии. Изъят фасовочный материал, полиэтиленовые пакеты, изолента, весы, билеты на железнодорожный транспорт. Из-за непогоды в Гомельской области накануне произошло множество мелких и несколько крупных ДТП. Так в Гомельском районе в неуправляемый занос вошел автомобиль ВАЗ. Водитель стал выруливать и столкнулся с попутным микроавтобусом. Пассажир обоих транспортных средств в больнице. Водитель легковушки оказался заблокирован в авто. Работниками МЧС при помощи гидравлического инструмента был деблокирован пострадавший и передан бригадину скорой медицинской помощи, которая констатировала смерть. Неприятная обстановка сложилась накануне и в областном центре. Из-за мелких ДТП наблюдались пробки, а на улице Советской и на скользкой дороге занесло троллейбус. Машина зацепила часть ограждения и дерево, после чего развернулась поперек проезжей части. Пассажиры не пострадали. Невнимательность в непогоду стала причиной и других ДТП. В Петриковском районе в миллиардативный канал съехал местный житель на своем Фиате. Он двигался с Копоткевичей в колке и, видимо, не рассчитал скорость. В итоге с травмами был доставлен в больницу. А в Гомеле на улице Междугородней водитель на Мерседесе сбил пенсионерку. Наезд произошел прямо на пешеходном переходе. Женщину госпитализировали, но из-за тяжести и травм она скончалась. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания.